В минувшие выходные в ДК «Азаря» состоялась торжественная концертная программа, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В холле гости мероприятия смогли познакомиться с выставкой, на которой была представлена военная амуниция и экипировка. На сцене Дома культуры сарапульские воины-интернационалисты делились своими воспоминаниями о военном времени, армейских друзьях и жизни после армии. Конфликт в Афганистане был одним из самых кровопрочных, пролитных локальных столкновений за всю историю Советского Союза. Из Сарапула в горячую точку ушло более 260 человек, 7 из них не вернулись. В первую очередь сегодня хочется поприветствовать ветеранов афганской войны, сказать им огромное спасибо, пожелать здоровья, потому что именно вы стали примером для последующих поколений защитников Отечества, ребят, ветеранов, которые защищали независимость своей Родины и которые делают это сейчас. В эту памятную дату патриотические песни звучат как дань уважения российским военным-интернационалистам, офицерам и солдатам, которым довелось воевать в горячих точках в разных странах мира. Виктор Петрович Шишкин в Афганистане был с 1979 по 1981 год, участвовал во взятии Кабула, сейчас вспоминает свои военные годы и армейскую дружбу, которая длится уже более 40 лет. Кунарская операция, это вот наши два первых героя Советского Союза, которые, ну правда, тоже посмертно, вот, брали мы там банду одну, там был Мироненко Александр Георгиевич, это мой командир взвода, подорвал гранату, когда уже не было возможности, ну как бы уже это, был полностью окружен, патроны кончились, и Чепик Николай Петрович, который подорвал себя тоже в окружении миной, а так очень много и впечатлений, и операций, и огромное-огромное. За два года это, представляете, сколько? Так что мы вот даже за Кунарскую операцию потеряли порядка 70 человек. Вот у меня Толя Шитов, это мы в одном полку служили, вот, так что все два года были, и до сих пор уж 40 лет прошло. Особым моментом стало посмертное награждение орденами мужества сарапольских военных, участников специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами мужества награждены Владимир Анатольевич Березин и Иван Александрович Жибалов посмертно. Награды передали всеми героев.